Всем привет! Восточный вариант продолжает проект Солнце. Украина встает на Донбассе. В рамках этого проекта мы рассказываем о людях, которые делают этот регион немного лучше. Сегодня мы находимся в Кременной. Еще в недавнем прошлом это был шахтерский город, но в годы реструктуризации угледобывающая промышленность здесь умерла. Теперь этот город со всеми вытекающими отсюда проблемами. Здесь экономический упадок, перманентный кризис, безработица. Но даже в этой непростой ситуации здесь находятся люди, которые начинают развивать какие-то новые отрасли и направления, которые раньше здесь не развивались. Но теперь, как говорится, жизнь заставила обратить свое внимание на них. Кременная расположена в живописном месте на берегу Северского Донца. Ее окружают красивые сосновые леса и местные предприниматели сегодня думают о том, как развивать здесь туризм и как таким образом зарабатывать деньги и создавать рабочие места. Сегодня мы поговорим с одним из местных бизнесменов, который как раз пытается развивать это направление и узнаем у него, какие же перспективы у туризма в шахтерском городе. Туризмом я развлекался с детства, но в 2003 году попал на стажировку за границу по программе TASIS MTP, это менеджмент трейдинг программ. Но я как поехал тогда как руководитель строительной компании, у нас в группе были туристы и нас возили на туристические объекты, рассказывали про туризм, менеджмент туризма и развитие туризма в Швеции и в Греции. Но Швеция это более такой событийный туризм, музейный, очень много музеев, очень красивый Швезерленд интересный. В Греции это ближе к нам, потому что все построено на событиях, на мифах, ну в смысле того, что было в истории. И вокруг этого гиды рассказывают всякие мифы, истории. И люди едут это посмотреть, пощупать, кусочек мрамора забрать. Приехав сюда, я начал говорить о том, что нам надо развивать нашу туристическую отрасль. Но меня это не воспринимали серьезно. Потом мы в 2007 году были проект у нас, мы исследовали инвестиционную привлекательность Кременщины и все-таки пригласили экспертов и все-таки пришли к выводу, что здесь надо не строить заводы и фабрики, а надо развивать то, что есть. То есть развивать аккредиционную зону, оздоровление зону. Здесь есть большой потенциал баз отдыха. Мы участвовали в тренинг, который проводил Корпус Мира. И там была такая тематика, как конкретно спроможность громадских организаций. Волонтерам Корпуса Мира выдавались небольшие гранты. На тот момент это 5 тысяч долларов, но 1 к 5 это 25 тысяч ритм. Но мы потратили еще 40 своих тысяч. Мы приобрели тогда байдарки, велосипеды, но велосипеды тогда не очень пошли. Байдарки были популярны и у нас, можно сказать, каждые выходные, в 2007-2008 на два дня уходили люди в поход на байдарках. Параллельно у нас еще шел пейнбол. Видя успехи предпринимателя, местные власти предложили ему возглавить одну из баз отдыха. Опыт оказался удачным и предприятие стало прибыльным. С тех пор Андрей Симонов ищет новые возможности для привлечения внутренних туристов. Я в 2009 году пошел к руководству, хотел взять эту базу аренду. Мне сказали нет мы не даем, тем более как бы был немножко в опале. И в 10 году мне позвонили, предложили возглавить эту базу отдыха. Она была конечно в плохом состоянии, занетбана. Ну и когда я пришел, получается тут были долги по зарплате, по другим еще платежам. Раньше это все было дотационным. Мне вот как бы мне послали одно из условий, я сам себе поставил условия. Я хочу чтобы это все работало. И мы пытаемся весь этот туризм как бы поставить, чтобы это было основной, ну одно из основных нашего бюджета города. То есть это и зарплата работников, те которые здесь работают в туризме и един налог тех предпринимателей, которые будут тоже с этим связаны. А это и общепит, и логистика, и трансфер, и всякие развлекаловки. Сейчас вот есть еще одна идейка. Это идейка такая, чтобы на озере катание на досках свисло. Это мне подсказали ребята, которые приезжали, вот эксперты. Они говорят в Запорожье это очень популярно. Я так подумал в принципе сделать, организовать прокат на этих досок на пряже. Выходные там очень много людей. В нынешней ситуации, когда реально каждое рабочее место на счету, каждая гривна налогов на счету, очень хорошо, что возникают даже такие вот небольшие бизнесы, потому что вот такая деятельность она тоже создает какую-то экономическую активность и тоже помогает наполнять местный бюджет. Раз так вышло, что Кремена имеет определенные ресурсы, которые могут ей помочь зарабатывать на туризме, пускай и скромные деньги, нужно использовать эти ресурсы. И очень здорово, что находятся люди, которые знают, как реализовать этот потенциал. Это была новая серия проекта «Солнце Украины встает на Донбассе». Подписывайтесь на канал «Восточного варианта» и мы дальше будем вам рассказывать о том, как живет Донбасс сегодня.